Если среднесуточная температура воздуха превышает нулевую отметку более трех дней подряд, то прочность льда снижается на 25%. Поэтому выходить на водоемы крайне опасно. Голубой или белый – такой лед считается безопасным. Но весной он коварен, ночью холодно, днем тепло. Поэтому перед тем, как вступить на замерзший водоем, стоит все тщательно обдумать. Если очень хочется выйти на лед, лучше воспользоваться теми тропами, которые были уже протоптаны, где человек уже прошел. Так будет хотя бы более-менее безопасно. Это обязательно. Потом стараться идти, не отрывая максимально ног от льда, чтобы не создавать одномоментное давление на какой-то лед. Ну и если идете несколько человек по льду, то нужно держать между собой дистанцию, чтобы в случае, если один человек провалится под лед, другие могли вовремя оказать ему помощь. Весной спасатели патрулируют водоемы ежедневно, замеряют толщину льда. Сейчас она в среднем от 30 до 40 сантиметров. В Шургино все 60. Но обольщаться не стоит, как и проверять прочность льда на практике. В случае ЧП резко слышно не будет. Под ногами он сразу рассыпется на части. Тогда нужно навалиться на лед и ползти в ту сторону, откуда пришли. И самое главное – без паники. Постараться закинуть на него одну ногу, далее вторую и тихонечко ползком удаляться в сторону, скажем так, безопасного берега. Если же это рассматривается действие со стороны помощника, то это надо, опять же, упасть, лежа подползти на максимально возможно удаленное расстояние от человека. И при помощи импровизированного шарфа, куртки, длинной палки просто дать ее, скажем так, удопающему и спокойненько его оттуда вытащить. С каждым днем лед все слабее. А значит, выходить на него опасно. Поэтому правила безопасности нужно знать на зубок. И тогда ЧП удастся избежать. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.